Что очередное снижение ставки ЦБ означает для экономики, почему валятся акции Новотека и что будет с ценами на жилье в России? Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture и мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов по итогам пятницы. Ну что ж, первая тема, конечно же, это итоги заседания ЦБ. Как ожидалось, российский регулятор понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6%. Это минимальный уровень с весны 2014 года. ЦБ отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. При таргете в 4% в январе цены выросли всего лишь на 2,4%. Почему в России такая низкая инфляция? Сам Центральный банк признает, что одна из причин это слабый внутренний и внешний спрос. И вторая причина заключается в укреплении курса рубля, потому что это приводит к более медленному росту цен на импорт. Также ЦБ, кстати, отмечает, что настроения потребителей и бизнеса остаются сдержанными, деловой климат в промышленности слабым и также спрос на товары российского экспорта снижается из-за замедления мировой экономики. Дополнительным негативным фактором здесь, конечно же, является ситуация в Китае и ЦБ отдельно ее выделил как важный фактор неопределенности. В общем-то, ЦБ достаточно верно указывает на слабые точки в своих прогнозах, но также он отмечает, что, вероятно, на ближайших заседаниях снижение ставок продолжится. И есть вероятность, что уже на следующей встрече ставка будет снижена еще раз. На самом деле мы понимаем, что ЦБ не так-то хочет снижать процентную ставку, потому что это в некотором смысле риск для стабильности. Но, с другой стороны, сейчас буквально со всех сторон на Эльвиру Набиулину давят. И я так понимаю, что и в правительстве также не совсем довольны текущей политикой Центрального банка, потому что она не дает достаточного стимулирования экономики, которая нужна для выполнения всех целей, реализации нацпроектов, ускорения экономики и так далее. И вот даже Олег Дерипаско, который не так давно стал самым настоящим звездой Телеграма, на своем канале и сегодня в очередной раз раскритиковал действия Центрального банка, подчеркивая, что недостаточно снижения на 25 пунктов, когда весь развитый и даже уже развивающийся мир стремится к нулевым ставкам в ожидании масштабной, ну, по крайней мере, рецессии на рынках. Тема номер два. США пригрозили России новыми санкциями против компании Роснефть за вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и поддержку Николаса Мадуро и препятствование возвращения оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Я напомню, что Роснефть уже находится под американскими санкциями с 2014 года по крымскому вопросу, но сейчас американцы, похоже, действительно вознамерились предпринять все, чтобы выдавить Роснефть с территории Венесуэлы и, соответственно, Россию тоже выдавить. И, в частности, вот советник Трампа Роберт О'Брайен говорил, что санкции могут быть приняты буквально в ближайшие несколько недель, и американцы сделают все, чтобы защитить там суверенитет Венесуэлы и все такое. Ну, понятно, что на самом деле речь идет об интересах политических и экономических. В первую очередь Россия вложила достаточно большие деньги в проекты в Венесуэле, и уходить оттуда просто так не хотела бы. Американцы, с другой стороны, российские компании там видеть не очень. Жаждут. Посмотрим, чем закончится, конечно, эта история с Венесуэлой. Так долго она тянется, и, может быть, не так часто она фигурирует в новостном поле сейчас. Есть и другие темы, типа истории с Китаем, которые, конечно, заполняют все инфопространство. Но, с другой стороны, это действительно очень интересный вопрос, потому что, по сути, Россия и США все-таки имеют некий конфликт, который просто вынесен за пределы территорий этих государств. И я, честно говоря, пока не очень понимаю, кто в этом конфликте побеждает, а кто проигрывает. Но, так или иначе, сейчас американцы немножко опасаются того, чтобы вводить новые санкции, хотя и очень хотели бы. Опасаются потому, что понимают, что новые ограничения на Роснефть могут привести к резкому взлету цен на нефтяные котировки. А это, пожалуй, последнее, чего хотели бы сейчас американцы. Тем временем правительство Китая делает все возможное для того, чтобы смягчить удар по экономике. И мы видим, что в начале этой недели Китайский Центральный Банк залил в банковскую систему 1,7 триллиона юаней через операцию обратного репо, чтобы погасить панику на рынке акций. Вы помните тот обвал, который мы наблюдали в понедельник на китайских рынках, когда они вернулись с каникул. Этот объем операции стал рекордным с 2004 года. Но на самом деле многие эксперты говорят, что таких мер недостаточно и нужно намного больше поддержки, намного больше госрасходов для того, чтобы каким-то образом нивелировать негативные последствия от карантина для китайской экономики. Так, по оценке S&P Global Ratings, объем проблемных кредитов в банковской системе Китая может вырасти на 5,5 триллиона юаней. И банки недосчитаются платежей на сумму, сопоставимую с ВВП Нидерландов – 803 миллиарда долларов. Власти КНР говорят и, в общем-то, пытаются, я так понимаю, сейчас действовать в том числе и вербальными интервенциями, о том, что готовится снижение процентных ставок для того, чтобы понизить долговую нагрузку для китайских компаний, которые вынужденно сокращают объемы производства. Об этом сообщает агентство Reuters. И также планируется все-таки увеличение государственных расходов, в том числе на инфраструктурные стройки. Ну, посмотрим, насколько успешной будет вот такая вот антикризисная работа китайских финансовых властей. Но пока эксперты единодушны во мнении, что по итогам 2020 года темпы роста ВВП Китая замедлится в лучшем случае до 5%. Об этом говорят и СНП, и Goldman Sachs, и даже Академия наук КНР. Тема номер четыре. На российском рынке главным ньюсмейкером в конце этой недели стали акции Novotek, которые показывают обвальное падение уже несколько дней подряд. И падение акций происходит на слухах о том, что китайские нефтегазовые корпорации могут расторгнуть долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа. Это связано именно с текущей ситуацией в Китае и с тем, что спрос на газ в Китае падает вместе с потребностью в нефти. Потому что ряд городов и большое количество производств закрыты в настоящий момент на карантин. Под ним находится всего суммарно порядка 60 миллионов человек. А так как Novotek во многом ориентирован на азиатский регион, то для компании это действительно может стать проблемой. При этом мы видим в принципе тренд на снижение цен на газ, который не только в последние несколько недель зародился. Многие страны накопили существенные запасы и сейчас мы видим эффект от теплой зимы. Это все негативно сказывается на бизнесе компании. И по оценке некоторых экономистов снижение потребления газов в Китае может составить порядка 25%. Но это пока вот только предположение. Конечно, здесь не может быть пока никаких конкретных оценок, как собственно и с нефтью. Но так или иначе рынку, конечно, не нравятся эти новости. Появились также разговоры о том, что Novotek может вылететь из индекса MSCI Russia на фоне последних событий. Ну что я могу сказать по графику? Вот акции падают. Но мы видим, что сейчас там отрабатывается модель, похожая на двойную вершину. И мы приблизились к области поддержки в районе 1000-1050 рублей за акцию. И для того, чтобы, как мне кажется, пробить этот диапазон, рынку нужен уже какой-то новый драйвер новостной. Будет он или нет, посмотрим. Но вполне возможно, что отсюда уже пойдет какой-то небольшой отскок наверх в ближайшее время. Ну это я вот просто немножко комментирую ситуацию на графике. А вы пишите в комментариях, что вы думаете по этой бумаге. Но будьте осторожны, я бы не стала шортить, особенно если у вас нету необходимых компетенций. Хотя я вижу сейчас на многих форумах, что только об этом начинающие трейдеры и говорят. Как бы заработать на падении Novotek. Я бы скорее присмотрелась к тому, есть ли аргументы на покупку на текущих, ну все-таки более выгодных уровне, чем пару дней назад. Ну и коротко о последней теме. Эксперты, опрошенные РБК, предполагают, что цены на недвижимость в России в 2020 году могут вырасти на 5-7%. Ранее известие писали о том, что в ближайшие два года стоимость жилья в России может вырасти на 25%. К такому выводу пришли российские сенаторы. И возможный рост цен связан с высокими ставками по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Ну и также понятно, что важным фактором для роста цен остается переход на долевое строительство с использованием escrow счетов. По некоторым оценкам в 2019 году, вот у меня есть статистика о том, что в Москве квадратный метр недвижимости подорожал уже на 10%. Я понимаю, что, конечно, по рынку жилья все очень сложно, потому что регионы у нас разные и везде разная динамика и разные ситуации. Напишите, пожалуйста, в комментариях по вашим ощущениям, вот если вы интересуетесь рынком недвижимости, как изменились цены в вашем регионе за 2019 год и как вы думаете, чего можно ждать в ближайшее время. Остаются ли инвестиции в недвижимость по-прежнему рабочим инструментом для сохранения и приумножения капитала. Друзья, на этом на сегодня я буду с вами потихонечку прощаться. Напоминаю вам, что у нас на этой неделе вышел очередной 19-й уже выпуск нашего еженедельного инвест-шоу. Если вы его еще не видели, то очень рекомендую это сделать. Я оставлю ссылку на последний выпуск в первом закрепленном комментарии. Также посмотрите видео про инвестиции в микрофинансовые организации кредитно-потребительские кооперативы. Там я рассказывала о том, в чем заключаются риски, потому что буквально в последние дни я вижу очень много заголовков о том, что какой-то очередной КПК обернулся пирамидой и кинул своих вкладчиков на деньги. Так что это очень важный момент, еще раз подчеркну, который нужно донести в первую очередь до более старшего поколения, потому что они здесь являются целевой аудиторией. Ссылку на это видео и также на многие другие полезные ролики я оставлю внизу в первом закрепленном комментарии. Ну а вы, друзья, пожалуйста, также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Это ВКонтакте, Телеграм, подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете нас со своими социальными активностями. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. И до новых встреч на нашем канале. До новых встреч. Продолжение следует...